Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Я рад приветствовать вас в официальном баре шоу «Каникулы в Мексике». Нога у тростей на вилле Алена Водонаева и всё сильнее. Каждую неделю на самом жарком реалике мы видим встречи, расставания, измены, клятвы, верности, страстные романы, слова прощания. Давайте обсудим главные события 32-й недели проекта. И сегодня встанет в студии Ирина Ортман, певица, Текила, рэп-исполнитель, Прохор Шаляпин, певец, Катя Лель, певица, Анна Титова, психолог. А также участники реалити-шоу «Каникулы в Мексике» второй сезон. Ваня, Катрин, Серёжа, Вера, Закар, Анжелика, Паша, Виктория. Катя, Катя, я вот обращаюсь к Кате Лель, поаплодируйте, пожалуйста, Кате Лель. Скажи, пожалуйста, Катя, развод – это стресс? Я думаю, бесспорно, да, абсолютно, психологически. У тебя же разные были ситуации, ты сходилась, расходилась с мужчиной, ты бросала, тебя бросали. Это по-любому... Мы говорим о девушках, которые... Во всяком случае, я отвечаю за себя, да? Я не могу говорить за всех девушек. Я не про вас сейчас, что вы так все равно на себя все. Я вообще говорю, я не вам говорю. Если это касается меня, то я все воспринимаю серьезно. И ты другой, я не знаю. Что считает Прохор? Он никогда не был в длинных отношениях, в долгих... Почти здесь ни с кем не согласен. Я считаю, что измены необходимы. Потому что... Знаете почему? Чувства человека – мы все живые люди. Иногда приходят чувства, они мимолетные. Они могут испариться за считанные секунды. И если любовь прошла, и люди хотят сохранить интересные отношения, партнерские, то... Да, нахуй, они нужны тогда. Потому что мы живые люди, и нам всем хочется любви. Как говорится, и разрядки какой-то. Так, Ольга, ты освободи место человеку. Зачем ты занимаешь время человека? Это лучше, чем жить без секса и ходить с недовольным лицом. Я считаю, что секс необходим – это как спорт. Вопрос. Чувства. Оставь красивого человека, скажи спасибо тебе огромное за твою любовь, за то, что ты мне дал. Ты свободна. Так нет, ну можно же, если серьезно хочешь. А зачем ты будешь носить травму человеку? Подожди. Если уже дети, значит, надо выстраивать отношения. Человеку изменяй ему. Зачем не уважать человека, конечно. Уважение к партнеру заключается выстраивать отношения. В Мексику. Не-не-не. Я вообще там бы вам срежиссировал бы в этой Мексике. Ребят, я думаю, что по-любому даже быть. Это будет самое быстрое нахождение героя на проекте. Прохора убьют к вечеру. Не-не-не. Просто все святые, все сидят такие, не хотят никто секса, естественно, все такие однолюбы. Все вы врете, дорогие мои, вы все изменяете. Нет, как ты думаешь? И просто молчите и все это скрываете у меня. Мы же пытаемся выяснить, от чего происходит вот эта белиберда. От чего вот мы смотрим на лево. Всегда хочется чего-то нового. Нет, от того, что любишь. Конечно. Ира, тебя. Мне кажется, я всегда почувствую. У меня не было таких случаев, слава богу. А сколько ты замужем? Четыре года. Четыре года, да? Всего четыре года. Да, вы жили же тоже. Всего четыре. Святая пара, я считаю, потому что я всегда, когда смотрю на них, действительно люди так любят друг друга. Это редко очень в шоу-бизнесе. В основном со стариками живут. Хочу, хочу, хочу прочитать телеграммы. Огромная пачка приходит на нашу программу. Вот один вопрос. Скажите, пожалуйста, когда у Прохора Шаляпина появится девушка или хотя бы парень? У меня вообще-то есть девушка на сегодняшний день. Диана, кто ее за? Она в тундре. Где эта подпольная девица, Прохор? Она сейчас в тундру уехала. В тундру уехала? Да, ну, это не смешно. Дорогие друзья, чтобы Прохор Шаляпин имел возможность шляться по шоу, девчонка зарабатывает в тундре, да? А кто считает, что все измены происходят только из-за секса? Я. Я считаю так. Потому что все равно мы ничего не можем сделать со своим животным инстинктом. Он нами руководит. Мы же отмечаемся, чем-то отжимаем. Мы понимаем, что секс не главное только 10 минут после оргазма. Это бред полный, потому что... Да? ...с другой кровать с другой девушкой. Не могу себе это позволить. Мне это не приемлемо. Если через свою пассиву... ...вся в городе. Вот и все. Это очень много. Это очень много. ...вспомните, Есенина, Пушкина. О чем они писали? Ну вот, все. Вам все ответы на ваши глупые вопросы. Ну вот не надо только, Прохор, приравнивать себя к ним. А я себя приравниваю. Я себя люблю целую. Это не очень далеко еще. Очень далеко. В наше время, как мне, помню. А женщине, да, девушкам, многим, которые порядочные, которые любят, они без каких-то эмоций и чувств к человеку, они не могут изменить. Просто потому, что... А в Турцию вы ездили? В Турцию. В Турции были, видели, что там происходит с аниматорами, что вытворяют наши молодые девочки с аниматорами. Я про порядок вообще не скажу. Вот, вот, пожалуйста. Я даже не знаю, что сказать. Порядочная с виду девушка, и она с аниматором. А значит, ребенком будет. Да, то есть они подручные соединяются. Знаете, чаще только женщины, если они вдруг изменяют, то они в этом признаются. Забором в заднице, а? Ну, мое мнение, я считаю, не надо лукавить, пока все молодые. Конечно, надо предаваться любовным утехам. Предохраняйтесь, главное. И, как говорится, если есть человек, это не значит, что жизнь сошлась... Прохор, вот одна из последних телеграмм. Когда последний раз Прохор Шаляпин занимался любовью? С девушкой? С девушкой! А вы знаете, это не ваше собачье дело. Я вот что могу сказать. Да, но что касается меня, я могу сказать, что я себе ни в чем не урезаю, и я горжусь этим. Поэтому я и улыбаюсь с утра до вечера. А вы все кривые ходите только из-за того, что у вас нет секса. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!